говорить не говорить о царе ты знаешь я думаю сейчас людям об этом не надо говорить тебя не понимают просто есть такой Илья Тырданов тоже у него канал ну если будет интересно бери Илья Тырданов вот он тоже о царе говорит причем не о том царе которому сейчас христианин Александр говорит он именно он говорит о нем как понимаешь вот как о явлении Божьем то есть он будет ну настолько духовным духовным вот что он не то что там устроить какое-то государство как сейчас все понимают а он придет именно к тем вот людям которые ну жаждут Господа вот и он будет вот с людьми как раз вот с тем малым стадом он будет противостоять антихристу как написано в откровении и дано ему было сразиться со святыми и победить их знаешь что самое интересное чего люди не понимают сейчас вот такое произошел момент от отрыв от этого понимания вообще от духовного отписания там как бы вот древние еврейские пророки они всегда выражались духовными символами они никогда не говорили и когда они называли Израиль они имели ввиду народ Божий и ты понимаешь и меня дошло что вот этот остаток Израилев это мы и есть последний там Господь определил вот помнишь апостол Павел сказал он говорит а ты маслиноязыческая помни куда ты привита и не возносить то есть мы привиты к этому ну то есть как стали как и и знаешь еще больше нашел какое пророчество но люди этого не поймут сейчас когда Иосиф в Египте у него два сына помнишь в Египте родились это же как образ пророчества когда Израиль пришел в Египет и он ему говорит а вот эти два сына твоих рожденных в Египте это как раз два которые восстановят как бы колено ну чтоб полнота была и ты знаешь что самое интересное мне Господь открыл это мы как раз и есть то что нам вот эта часть дана потому что когда вот читаешь у Ездора про того кто придет в последнее время вот это как раз о чем мы сейчас говорили он как раз и говорит что он сначала там о десяти коленах а там ведь заложен очень серьезный смысл то есть он как раз и придет еще и вот эту полноту мы вот эти два колена которые нам даны вот остаток Израилев это вот мы как раз последний и вот насчет храма как раз вот чем мы с тобой я тебе писал сейчас знаешь какая самая страшная беда беда самая страшная в том что я прийти он не осознавал вот этой вот как тебе сказать вот этой самого понимания вот ну вроде да как некоторые говорят это камни там а Господь ищет я уже даже слушаю монахи некоторые начинают так что Бог себе ищет поклонников в духе истины слышал же да начинает некоторые так говорить да а значит что самое страшное что они не увидели многие вот наверное прямо еще и перед нашим с тобой разговором мне Господь очень серьезные пророчества открыл но чтобы вот помнишь когда он выходил из храма и ученики а вот когда выходил и говорит 13 глава от марка вроде и он говорит камни на камне не останется помнишь никто не заметил что это огромное величайшее пророчество знаешь о чем вот там нужно увидеть он говорит си он он не он вот когда он говорит что это вот эти великие с дойе охрана он говорил мне об этом мы иудея я раньше тоже думал что ты ютиский храм будет разрушен и они какая-то такой признак когда у будет разрушен и представляет говорит а втором пришествии когда он будет разрушен понимаешь там вот внимательно если в 17-й видишь это пророчество, когда он говорит, что вот, когда признаки перед пришествием Сына Человеческого, и он говорит, в тот момент и будет разрушен вот этот камень на камне, не останется от этих великих зданий. А самое-самое интересное, вот насчет храма, почему мне однажды, знаешь, старец в Скид приехал, ну, он говорит, приехайте за мной, в Скид приезжайте туда, я там, ну, он приехал, и мы приехали к нему, а у меня такая депрессия была, ну, тогда, конечно, пресс такой был серьезный, духовный. И я к нему захожу, и представляешь, а я знаю, что он никогда просто так ничего вообще не говорил, ну, чтобы он, вот знаешь, вот в отличие от нас, мы вот говорим, там, да, общаемся, там у нас слов столько много выходит, а он, представляешь, он практически не разговаривал, то есть он говорил только вот, что нужно в твоей жизни, он может тебе пять слов сказать, и все, и умолкал. Или он мог сказать какую-нибудь притчу. Все, он больше лишнего вообще ничего не говорил. Ну, вот в духе постоянно пребывал. И вот, представляешь, я захожу, и он мне говорит, а ты видел, какой мы храм построили? Я думаю, что, а, допустим, я до этого даже не смотрел, ну, ходил вроде храма, храм. И он говорит, а ты заметил, какой он красивый? Я говорю, ну, красивый, да, красивый. И ты знаешь, до меня только в последнее время, когда мне Господь начал эти вещи открывать, до меня дошло. Какая важность этого? Помнишь, когда Господь сказал, что иудеям, он говорит, что, когда он с плетни зашел и начал плетни, помнишь выгонять? И он сказал, вы дом отца моего, дом молитвы для всех народов, он сказал тогда. Это дом молитвы, который наречется для всех народов. То есть, ты понимаешь, как вот протестанты, они потерялись, они не имеют этого храма, который, он же и сказал, говорит, у вас забирается виноградник и передается другому народу. А вот самое интересное, что, когда Израиль благословлял 12 колен Израиля, своих, он же тоже там пророчествовал, он же иудеям сказал, говорит, у тебя, говорит, заберется скипетр власти, когда придет примиритель. То есть, он отнимется у тебя. И смотри, Христос приходит, он заходит и говорит, у вас забирается и отдается другому народу. И вот, представляешь, и когда выходя из храма, он еще смотрит и говорит, как бы в этот, представляешь, он смотрит к концу времен и говорит, он говорит, не останется от этих великих зданий камня на камне. Я вот сегодня сидел и думал, почему он так сказал. А апостол Павел говорит, ты представляешь, к чему мы пришли? Он говорит, что в храме антихристов оссяден. Ты понимаешь? Мы к какому времени пришли? Вот как раз. Но я к чему говорил? Все думали, что Христос пришел, и когда он такие слова сказал, что в духе истине, а он сказал, я ничего отменить не пришел, я пришел наоборот, был это полнотой, благодатью наполнить, да? Вот то, что есть. Сказал, я пришел исполнить. Да, наполнить, вот это. Исполнить, это вот наполнить, вот это было. Он же не отменил закон. Он не сказал, что это, он говорит, я ничего, он говорит, я пришел, наоборот, еще полноту дать, вот эту благодатью истину. Никакой закон не отменял, да? Ничего не отменял. И он единственное, он им сказал, что, а у вас, говорит, забирается. Это он ему притчу рассказал, он пришел в виноградник, они его побили, избили, убили и выкинули из виноградника. Он говорит, что будет с ними? Придет и заберет, и отдаст другим виноградникам. И самое страшное, что эти, кто убили Христа, пришли в наш виноградник, захватили его, да, и встали как бы это. Он же им сказал, говорит, в вертеп разбойников превратили храм. Помнишь, когда зашел? В вертеп разбойников. И вот это, но самое страшное, что многие люди, особенно протестанты, они этих вещей вообще не видят. Они думают, что вот Господь пришел и храм разрушил. Они не видят того, что произошла передача вот этого скипетра власти, вот этого закона этого. То есть седалище, которое они захватили, и Господь это седалище передал. Мы общались тоже там с сестрой. Очень интересный момент увидели. Тоже пророческий. Я никогда его не видел. Такой момент, когда... Помнишь, когда мудрецы от Востока пришли? И знаешь, что самое интересное? Я никогда об этом не думал, какая тут глубина заложена тоже. Сам Всевышний, да, Всевышний, когда слово воплотилось, Господь наш в Вифлееме иудейском, то есть это говорит, что Он не ушел. Он как бы отцам обещал, что вероисповедание иудейское. Он там воплотился, как бы, это слово, да, в этом Вифлееме. Но, что... Вот тут самый интересный момент. Он не явился ни первосвященником, ни фарисеем, ни судукеем. Они, когда их ирод собрал, они как с книжками просто пришли. Они говорят, да вот вроде есть пророчество, да, что там должен появиться где-то. И все, они так вот, знаешь, омертвелые такие уже были. И я так сидел и думал, смотри, как Господь уже, он уже даже мимо как бы них, и до какой степени ирод, он не просто хотел царя убить, он хотел убить мессию. Представляешь, это антихрист прям воплоти был уже, предпредь течи. Он же же, представляешь, он по сути собрал всех в Первый Свет. И знаешь, это говорит о его духовности, то есть злой духовности, представляешь? И вот самый интересный смысл, который вот увидел, вот эти мудрецы от Востока, грубо говоря, уже как притечи наших святых православных. Это как он образ показал. То есть люди, которые Бога, у них не было ни обетований, ни законов, а они до такой, вот ты сейчас поймешь этот смысл, вот он очень глобальный. Я когда его увидел, я просто, я знаешь, я сидел, думал, Господи, ты знаешь, ты знаешь, конечно, я сидел, Господи, только бы, потому что, я вот знаешь, вот, ну, они были волхвы без засчета, язычники простые. Не, не, вот смотри, в чем тут смысл, они не просто язычники простые были, волхвы. От Востока, вот самого понимания, от Востока, это всегда говорится, помнишь, Райна садил на Востоке, пророк придет от Востока. То есть это люди, которые искали Бога. То есть они искали жизнь, они искали правду, они искали, но они не могли этого найти, они жаждали, они могли, потому что у них не было ни обетования, ни закона, ничего не было. И вот представляешь, вот эта звезда, помнишь звезды этого в деснице, Господа, ангелы? Это не просто звезда, их ангел Господень привел ко Христу, ни иудеев привел, ни первосвященников, которые там с книжками сидели и думали, где же он должен появиться, представляешь? А приводит вот этих вот, а ты уже как бы языческих, уже как бы это по сути наши претичи, да, вот, которые были как бы наши, ну понимаешь про что я говорю? Так ты представь, ты говоришь, представь, они же несли и дары, они знали уже с какими дарами-то идти, откуда? Знаешь, что самое интересное, я тебе сейчас еще интереснее открою, они не просто дары несли, ты сейчас поймешь, какой тут глубочайный духовный смысл. Вот когда они пришли ко Христу и зашли в дом, тут очень большой смысл, то есть он их внутрь пустил к себе, откровение, он в свой дом их запустил. Он не говорит, что они пришли в овчарню или куда-то, понимаешь про что я говорю? Не в ясли, а зашли в дом. То есть он как бы показывает, что он их впустил к себе, как откровение открыл им, он открылся перед ними. И вот тут вот такой момент, все думают, что когда они пали, поклонились ему, что это просто упали на колени и поклонились, вот тут вот очень большой глубокий смысл. Знаешь, в чем? Когда вот это, когда вот помнишь Иисусу дьявол в пустыне говорит, поди передо мной, падше поклонись, то есть падше, сокруши в себе вот эту божественную природу, да? Сокруши ее и поди передо мной, я тебе все отдам. И вот тут то же самое, только наоборот момент приходит. Когда они зашли в этот дом, когда он перед ними открылся, вот это откровение, он, сам Бог Господь им открывает это слово, вот это спасение, спасение мира, спасение человечества, примирение его. И они, представляешь, в них вот эта их неязыческая природа сокрушается, они падают перед ним, просто вот сокрушаются они. И у них открывается вот это внутреннее богатство такое, вот это золото, ладан и смирно, которое у иудеев не было, потому что они не искали его. Понимаешь? И я почему очень, сейчас вот порой бывает, что день-два вообще молчу, ну стараюсь даже не общаться, потому что у меня такая борьба идет. Я умоляю, Господи, я тебя умоляю, ну, потому что ты понимаешь, что, я понимаю, что знание, оно надмевает сердце, это пророки еще говорили. Любое знание, любое понимание, оно, я как бы стараюсь войти в такое состояние, что я Господу говорю, Господи, Ты слово это дал, и Твоя мудрость пускай покроет его, чтобы мое безумие не осквернило этого понимания, понимаешь? Вот как бы войти в такое состояние, как бы, чтобы Господь его, вот как они вошли в этот дом, вот так же войти в этот дом Господу. Ну, вот самое интересное, что вот Господь уже тогда, Бог показал в этом, он даже, смотри, он поселился даже в Галилее языческой, не просто поселился там. Он даже и пророк пророчится, говорит, и земля в тени смертной, да, она как бы увидела свет великий, то есть говоря о нас уже. И он вот это, когда помнишь, я говорю, из храма выходил, он увидел, говорит, вот эти великие здания, он уже как бы их видел, как вот мы православная церковь, вот этот новый народ Божий, мы как бы и храмы эти будем, как бы, которые нам дали насаждать вот эти виноградники. Что для человека храм? Люди же многие не понимают, что такое храм? По сути, да, храм это, Господь сделал для нас место, куда мы должны прийти, и там должны быть служители этого храма, служители виноградника, которые должны в чистоте его соблюсти, чтобы мы пришли и вошли вот в это молитвенное состояние, благодаря той чистоте, которую они соблюдают там. Понимаешь? А не то, что мы не к священникам ходим, мы ходим к Богу туда, а вот они уже поставлены, чтобы там вот эта чистота была, вот эта священная, понимаешь, про что говорю, да? И вот самое интересное, что многие они не осознают, у нас очень, конечно, страшно, и вот мы на самом деле в страшное время пришли в том, что я смотрел вашу беседу с Дмитрием, да? И, конечно, больно на него смотреть в том плане, что у него уже начинается у него помрачение и очень серьезное. Ты понимаешь, что вот у меня был друг очень серьезный, очень-очень хороший, он еще глубже, чем это Дмитрий видел. Он видел такие, у него острое зрение такое было. И ты понимаешь, он тоже вот вошел в штопор в такой, да, православие, все, он его как бы изубрил там, все это, цветы их там, надо духа стяжать, цветовое. Он перестал есть, уже даже сказал, что мясо грех есть. Ну, понимаешь, уже начинают такие отклонения, он вообще перестал там, и как бы в итоге к нему пришла Троица. Она к нему пришла, достижался, понимаешь? Она к нему пришла и сказала, что ты должен изменить православную церковь. Она неправильная, то есть они неправильно понимают Троицу. И ты понимаешь, самое интересное, что он в это поверил, я ему объясняю, говорит, ты понимаешь, что если Господь бы так к тебе пришел, вот, что его виноградник, значит, он должен свидетельствовать о тебе очень серьезно. То есть, а не так, понимаешь, что ты, ну, в итоге дошло до того, что он начал бороться с православием. То есть, бороться, и я ему объясняю, говорит, ты понимаешь, что вот надо больше опираться на Писание, на Библию, потому что вот у меня сейчас такое складывается мнение, что некоторых, как сказать, наших отцов, святых, преданий, подчистили, может быть, даже такое. Потому что, вот смотри, как интересно получается, вот для чего иудеи меняли историю? Ты не задумывался, почему они меняли историю? Для пророчества своих. Ага, вот смотри, когда, и причем они даже на церковном уровне все меняли. Они очень серьезно, они вторгались везде, они все, они меняли, и, ты понимаешь, они же тоже прекрасно, вот эти сатанисты, которые в высших эшелонах, они же знают, что есть, как бы, второй народ, потому что древние евреи это знали, иудеи, пророки, что Господь поднимет знамя язычникам, там, вот, то, что родится народ, который вообще из ниоткуда, как бы, грубо говоря. И ты понимаешь, что, соответственно, вот, изменив историю, подменив ее даже на, вот, смотри, как сейчас происходит очень хитро. Вот он мне говорит, а ты читал, там, вот, был раскол, и там, вот, в церкви там было, вот, там, ну, Нестор, вроде, да, там, или кто там, вот, там, в средние века, я говорю, ты знаешь, я даже не читал, и читать не буду, по одной причине, потому что я уже вижу, что вот ты повредился, другой повредился, и я знаю одно, что, вот, Господь сказал, храм будет стоять до последнего, вот даже вот эти вот вещи, которые я сейчас тебе говорил, да, что доколе, если сказано, что даже антихрист, вот, когда уже войдет в храм, он в храм войдет, он же не в капище войдет какой-то. Ну, и сказано капище, что, а получается, вы сами себе противоречите, вы поверили во все эти, вот, там, исторические подложки иудейские, что, оказывается, у нас церковь православная ушла в Ростов еще в средние века, она, как бы, заблудилась, и они там понаградили, там, понаписали, а там такой-то старец такое сказал, такое-такое, и они, вот, понимаешь, в этом бродят, а писание уже откинули, а в писании очень тонкие, и они, вот, эти пророчества до нашего времени идут. Там пускай два слова, но они обо всем говорят, понимаешь? Сказано, что храм будет стоять. Сказано, что Господь сказал, что, когда вот в откровении книги, он там, где бесам говорит, когда там третья печать, что снято, он говорит, запрещаю повреждать виной елей, понимаешь? И даже меру, вот, муки там, вот, где-то... Это точно, да, это точно, да, прямо сейчас мне откровение было. Да, и он сказал даже в этом, он им даже этого не... Он запретил повреждать елей и вино, и плюс к тому, он просто дал им стоять, как бы, над этой мерой. То есть, вот, они меры положили. Они единственное, что могли сделать, они просто заковали в какое-то, вот, понимаешь, вот, в что-то заковали, как вот, но они не имеют права нас этого лишать. То есть, это сам Господь в откровении сказал. И сказано, что антихрист придет и войдет в храм. А нам, понимаешь, рассказывают, что один говорит, ну, это вот храм, который в Иерусалиме построят. Это что же, Господь их дом назвал иудейский, что ваш дом остается пусть? И, да, помнишь, да, он уже все, как бы, нету иудейского храма, его не существует. И апостол бы так бы и сказал, что в капище сатанинское восядет антихрист. А он сказал, восядет в храме. Это, конечно, плачевно, ну, это говорит, но это, получается, он про нас говорит. Что он у нас, и мы это видим. Ты же сам тоже это видишь, а что происходит. Антихрист прямым ходом прям входит, как бы, в наши храмы. То есть, и он входит красиво, не как-то, как чудовище какое-то, а вот через священство. Я не знаю, вот у меня просто, знаешь, откровение было, мне, я бы никогда так, наверное, таким ревнительным не стал, если бы мне Господь не показал, что это мой храм, мой храм. И вот представь, зачем бы он меня тогда привел в храм, да, и сказал, это мой храм, сказал бы, не заходи туда. Ну, я как признаюсь тоже, ну, просто не могу не сказать этого, то, что у меня вот последние полгода, наверное, идут терзания такие тоже. Ну, вроде, знаешь, и склоняешься на их сторону, вот, ну, тех людей, которые сейчас от православия отходят, и стараюсь удержаться. Ну, это братья мои, понимаешь, которые еще два года, год назад были твердыми в православии, а сейчас они просто уходят, понимаешь, в никуда вообще уходят, в пустоту. Вот, и меня, опять же, этим сквозняком тянет за ними. Понимаешь, я тебя когда услышал уже, все, я настолько утвердился в православии, мне как будто, знаешь, вот Господь опять взял, прям, знаешь, как этого, как ребенок врывается и из рук и бежит, это он прям взял за плечи твердо, прям поставил на ноги, стой здесь, куда поставил, понимаешь, это вот через тебя именно. И у меня такие терзания были последние полгода, я не знаю. Вот у меня есть тоже брат один там, ну, у меня есть ролики с ним, еще есть, видите, если хочешь, скину ссылки, называется ролик, по-моему, православие, где оно, потом у меня есть несколько роликов, мы ищем границы церкви, то есть где-то около пяти роликов там о границах церкви, где сейчас находится церковь, вот. И там видно, как несколько, некоторые из братьев, вот один там, в частности, как он пытается все-таки доказать, что уже церковь, она не в рукотворных храмах, что она уже, как бы, ну, она везде, вроде как и в сектах, понимаешь, есть рассеянные люди, вот такие везде, они, как бы, знающие, верные Господу. Ну, понимаешь о чем? Знаешь, вот у меня, конечно, вот, я смотрю на это немножко по-другому, я прежде всего хочу увидеть смысл, вот, почему я тебе про Волхов рассказал, как бы, вроде бы, да, не это, а почему рассказал, потому что, смотри, Господь в то время, Он видел, во что превратился иудейский храм, церковь. Это не просто, это вот прям копия то, что у нас сейчас происходит. Но Он, смотри, Он, как бы, пришел, как бы, со стороны, Он, вроде бы, из иудейского вышел, как вот, как сейчас, из православного, да, учения, а это из иудейского. Он вышел, как бы, родился в этом вифлеме иудейском, как бы, и вот Он вышел, и Он, это слово, оно начало, как бы, ходить, захотеть в синагоги, и... То есть, Он пришел в этот виноградник, и вот ходил, и ты понимаешь, Он, по сути, Он проповедовал, то есть, Он, как бы, даже им всем, Он, прежде всего, своих собирал, да, вот этих вот, так же, как мы сейчас, которые мечемся. Они так же метались, понимаешь, они очень сильно многие метались, потому что, судя, как некоторые говорят, что там апостол Петр был рыбаком, он не просто рыбаком был, он был исповедником веры, там есть одно слово, которое это доказывает, сын Ионин, Иона был проповедник, который проповедовал покаяние, не Неве, и вот апостол Петр, духовно, он, как бы, он, это вот, его и показали, что он проповедник, он, он в то время уже, он говорил, покайся, Исраиль. Так и написано, сын Иона, да. Да, Исраиль, Господь твой идет, и поэтому, он, понимаешь, оказался среди первых, потому что он исповедовал покаяние, но он не, и вот ты понимаешь, Господь наш, Господь наш, и там везде, если увидеть четко, Он ходил и покаял, Он всех призвал к покаянию, Он даже этих священников, Он их, они его выходили там перед народом, пытались унизить там, опустить, чтобы только это, да, но ничего не находили в нем, и Он с ними не ругался, он это, Он единственное, перед своим распятием, Он зашел, плетью, и просто их зашел, как вот вертеп разбойников, и сказал, вы дом, который наречется, то есть, ты понимаешь, вот почему протестанты, они не понимают этого, что он, он, он их оттуда, по сути, уже тогда выгнал, и сказал, что это отдастся на православных, вот этот храм, ты понимаешь, он им сказал, вертеп разбойников, и это наречется домом молитвы для всех народов, и ты понимаешь, что самое интересное, что, вот я просто сейчас в последнее время размышляю, и я прекрасно понимаю, что вот этот царь, которого ждут, да, они, самое смешное, мы вот в точности повторяем ту же историю, что иудейский народ, иудейский народ, а в основной массе, те, которые ждали монарха, монарха, они не увидели Христа, примирителя, а те, которые ждали, как раз, вот, мессию, который должен восстановить Израиль, вот, духовный Израиль, они его и увидели, и ты понимаешь, что самое интересное, что, как раз, вот, наверное, те, кто к покаянию шли, вот, вот эти люди, которые к покаянию шли, и он их всех и собрал, и самое интересное, что, вот, у нас сейчас то же самое происходит, но у нас, конечно, посерьезнее, потому что, если, как Антоний Великий сказал, что последние вообще ничего не сделают, да, но среди них будут больше, чем мы, которые столько вот совершили трудов, то есть, ты понимаешь, в наше время получается, что люди чисто за одно стояние в вере уподобятся Антонию Великому, вот, представь, даже, он говорит, даже выше, чем я буду, это Антоний Великий говорит, а что мы сейчас, ну, вообще немощь, тут на молитву встаешь, как будто плиты железобетонные на себе, грузят на тебя, молишься, 10 поклонов сделал, думаю, сейчас в обморок упадешь, ну, я так образно говорю, да, и ты понимаешь, ты понимаешь, что ты рядом с ними просто, ну, букашка, а они о тебе, видишь, как это, о нас, о последних, нам что-то. Ну, написано, написано, как, что ежедневно прилагали людей к церкви, ежедневно люди, а сейчас где, какие люди, сейчас днем с огнем не найдешь христианина. Знаешь, что самое страшное, что все сейчас уцепились за эти предания, в основном за предания, что падение церкви, отступление от веры, а вот, и вот это, и все ждут монарха. Вот я говорю, прям копия иудейской церкви, прям вот, дьявол скопирует, все то же самое, что там произошло. И самое смешное, что ты понимаешь, вот, понимаешь то, что, а Бога-то никто уже даже не верит в него, что он в это может купиться, пойти просто вот так вот и сказать, если они сына убили, выкинули из виноградника, а сейчас, понимаешь, опять слово вот это зайдет, вот это новое, да, вот он, помнишь, и знаешь, что самое интересное? Господь как сказал? Когда придет Сын Человеческий, ни о чем тебе не говорит? А ведь он говорил о нашем Царе, говоря о его духовности, а потом уже после его пришествия будет как раз вот это вот, второе пришествие. Это надо, надо почитать, это, да, интересно. Это интересно, он не говорит, что я приду, он говорит, Сын Человеческий придет. И он говорит, как я хочу, чтобы этот огонь уже возгорелся, вот этого правды Божьей, как я хочу, он ревновал об этом, он хотел, чтобы вот этот вот вертеп разбойников весь, вот этот, который так глумятся над Законом Божиим, который, что Господь даже не зашел к ним в это, понимаешь, он пришел через простого плотника, да, вот как простой, как бы смиренный человек, подвиг такой показал. Я, знаешь, на чем размышлял, вот один пророк древний еврейский, он сказал, ему Господь сказал, иди к блуднице и возьми ее в жены, и она родит тебе сына. Это было унижение для пророка, но в этом он пророчествовал еще о нас последних. Знаешь о чем? Я просто, до меня дошло. Уже Господь даже до такой степени может сейчас сделать, что из какой-нибудь вот бомжатника выйдет подобный сыну человеческому. Просто вот, и все на него будут смотреть, да это бомж вообще, вы че, кто это такое? А этот бомж выйдет, и окажется, что он просто пришел, вот это слово Господне, да, пришло опять? И его отвергнут, скажут, да это бомж, это вообще сын блудницы. Как он сказал, я все возвышенную, через самую, возьму, говорит, самые немощные, самые немощные возьму и посрамлю. Потому что они, понимаешь, о себе возомнили такое, а по сути, вот как, знаешь, Бринчинов, он правильно сказал, я вот его недавно прочитал, он говорит, что Бог не в семинариях постигается. Господь, ты понимаешь, что это вот, наверное, какой-то жизненный путь, вот эта наша борьба узкий, да, вот эта вот, наша жажда его найти. Самое прискорбное, что вот, если так произойдет, представляешь, на самом деле, сейчас какой-нибудь выйдет такой, на которого все скажут, да это вообще, это отстой полный. Да. Да, это вообще, это, особенно все законники, как вылазили, скажут, да вы что, это кто это такой вообще? А так и будет, а иначе никак. Нет, судя по пророчествам, вот я просто сейчас древнееврейские читают пророчества, вот этих отцов святых, они почти все на это намекают, но я как бы чувствую, что они на это намекают, понимаешь, а ну даже как-то это, думаешь, я понимаю, что нам оказанная честь великая, очень великая честь для нас, вот для православных, вот, люди просто не понимают, какая нам честь оказана, вот наш храм, да, вот эти вот храмы, И не понимает того, что вам просто надо покаяться И Господь, Он сам войдет, порядок наведет Вы никогда порядок не наведете Он уже просто ждет, вы покаетесь просто, да Вы просто возьмитесь, сотрясите, пообкашивают, как мамы волхуют, да Пришли падшие, поклонились, сокрушили просто себя И Господь им открылся, и у них что открылось, да У них вот эта вот сокровищница их внутренняя открылась Вот это ихние сокровищницы, а не это Господу вот это Представляешь, какой сокровищница открывается сразу И Ездра, пророк, он сказал, что это вот как Христос, когда пришел и говорит Как же вот я правильно просто не помню, что вы не представляете до какой степени вы блажены Что вы оказались рядом, да, вот это все увидели И оказались в этом во всем И ты представляешь, у нас сейчас та же самая картина происходит То есть даже Ездра, она с последних сказал, что Те, которые будут вернуты в опасность Они намного блаженнее всех тех, которые умерли А нас вот последних То есть Очень огромная честь Оказана нам И нам всего лишь надо Просто вот всем Оглянуться Оглянуться назад на своей жизни Как бы на От нас Бог-то не требует большего Он вообще от нас ничего не требует Он просто говорит Покайтесь Просто осознайте, да Грехи там, свои предков Ну вообще я просто вокруг себя А у нас сейчас начинается Вот знаешь, все с плакатами С лозунгами С мечами Такое, знаешь, вот Какое-то страшное время Такое бурление такое начинается Понятно, что тут не без участия Очень умных людей Все это происходит Тех же Законников Иудеев Сатанистов И А ты вот Мне вот интересно Ты смотри Как По писанию Как пазл Допустим Выдергиваешь И складываешь Как бы в единую картину Ты Каким образом Это делаешь А я тебе сейчас объясню Я когда читаю И у меня так происходит Вот В какой-то момент Фокусируется Раз Прямо вот зрение Фокусируется на каком-то Определенном стихе Я его как-то внутренне чувствую И оно раз Оно фокусируется И я вспоминаю Что до этого фокусировалось И оно у меня вот так раз Начинает вместе соединяться А иногда в молитвах Как бы я чувствую Что я его как бы Ты знаешь, что самое интересное Люди многие не Не осознают Что слово имеет образ Почему я говорю Что когда Господь Говорит Ты можешь даже В этом слове пребывать То есть Все зависит от тебя Или ты его можешь видеть так Или ты даже в нем Можешь пребывать То есть ты до такой степени Можешь Если ты В нем Войдешь вообще В это слово Но это Вот как у меня Раньше было Когда я Был вот в этом Состоянии благодати Вчера вот просто размышлял Пыль с него сдувать Пыль с него сдувать Там подчищать И по сути Вот у человека Сейчас вот в эту жизнь Превратилась У кого просто Шкаф побольше Для этого пальто И обделанный лучше А душа и дух Вообще при этом Можно сказать Просто связаны Вот как ты лежишь Понимаешь А люди сейчас В духовном состоянии То есть они как бы Все расслаблены Даже хуже того По сути ты сам себе Сейчас формируешь Своё духовное тело Которое будет там Вот что такое Ты понимаешь Почему Господь назвал Нас Он Полем Что мы на поле Мы растем Вот ты понимаешь Одному он дал Несколько талантов Другому Столько талантов Это по сути Это твоё Духовное тело Которое так вот Становится таким То есть ты сам себе От тебя От твоей жизни На земле Зависит Сколько у тебя там Будет крыльев Два крыла Три крыла Там Четыре шесть Сто там Ну понимаешь Про что говорю То есть у него У Бога там Столько уровней То есть он Как Господь сказал У нашего Бога Столько обителей Их просто Ну обители То есть обители Где это жизни Понимаешь У него очень много обителей И по мере Ты понимаешь Твоего понимания Твоего понимания Твоего отношения с Богом Вот этого Твоей чистоты Ты можешь в таких Обителях пребывать Что По сути Даже до такой степени Что Господь даже говорит Даже Одесную Вы можете даже Ко мне сюда прийти Одесную на престол Понимаешь Помнишь Он говорит Тем которые Примут Не просто примут А исполнят Дана быть власть То есть Сам Бог Всевышний Дал такую власть Что нету предела То есть Никакой демон Никто не может Нам это запретить То есть У нас Тебе дано Ты просто Тебе От тебя зависит Просто вырасти в этом Вот тут Вот на этой земле Почему я говорю Что Господь Когда говорит серьезные вещи Они должны Эти вещи Пройти Переплавку Твоей жизни То есть Ты не поймешь Пока ты В своей жизни Не запьешь Какую-то чашу горькую Или вот Потому что Ну да Вот он сказал Там Ага А я глубину этого Никогда не пойму Пока я Делом это Вот понимаешь Про что говорю Вот как он говорит Слово Божие Оно как бы В горниле Семь раз переплавлен Как серебро То есть Оно переплавляется На земле в тебе То есть Твоей жизнью Вот это Ты как апостол Павел Говорит Не чуждайтесь Этого огня Вот этого испытательного Потому что Это и есть Вот эта переплавка Когда у тебя там Брани какие-то Скорби Или еще что-то Это вот Господь тебя Переплавляет Тебя видишь Еще серьезно Переплавляет Знаешь что самое интересное Что я осознаю Что Вот такие благие дела Вплоть до молитвы даже Да И до поклонов земных Тоже по милости Божьей Делаются Потому что Вот допустим Раз я делаю Сто поклонов земных Ну я к примеру говорю Да Стоит сердцу моему Чуть-чуть превознестись Возгордиться Оооо На следующий день И ты не представляешь Это так Это вот как будто Я их и никогда не делал Эти поклоны Они Даются с такой Тяжестью И с такой Это просто Как будто я Железнодорожный Знаешь Вагон железнодорожный Разгружаю И я Поймал себя на мысли И думаю Господи Это ведь все по Твоей милости Все по Твоей милости Слово Слово Ли Молитва Ли В духе Когда Поклоны Даже поклоны Если Господь Тебе милость Тебя коснулся Ты сокрушенный В покаянии Ты можешь и 200 поклонов На одном Дыхании сделать Земных Полных А если ты ходишь Там Грусик Колесом Там Вот я такой О перст Божий Десница Духа Святого Стижает Да ты 10 поклонов Еле-еле Сделаешь Земных Потому что Хотя ты знаешь Некоторые в прелести Может и не то делают Не знаю Может есть такое Вот мой друг Да Вот он сидит Дома Сидит дома Стижает Духа Святого Не ест Не пьет Читает Святых Я ему говорю Ты понимаешь Что Ты И через это Ты Ну не Вот Надо выйти Поехали Я говорю Ну просто Знаешь Даже Если ты найдешь себе Даже круг общения Просто Общения Ну вот Столкнешься с христианами Вот И все-таки Общество Оно все равно Действует на нас Вот это вот Отношение Вот даже взять Вот мы приехали сюда Да Тут практически Половина православных Но половина Из этой православных Они конечно Хоть они чудят Конкретно Ну конкретно чудят Сейчас Не без этого Да Но благодаря даже тому Что вот они так чудят Ты Они как учителя тебе были Кто-то тебя обидел Кто-то Кого-то может Ты обидел Ну вот знаешь Вот это вот Притирание Не так уж Что мы сидим там Из компьютера Да Там пообщались Там рассказали Историю Какими-то почитали А ты сам оказался В этой истории Жизненной Вот ты приехал И оказался Когда тебе плюнули в сердце Когда тебя Придали там Или это Когда ты через это прошел Вот тогда ты Я думаю Поймешь многие вещи Вот про скотину Как я тебе рассказал Да даже просто элементарно Та же скотина Она очень серьезная Во мне скотина Очень серьезное Вот это терпение родила И я ему говорю Выйди из своей клетки Из этой У тебя ты Выйди и поехай Просто Да боихай ты даже В монастырь Да Там на послушаге На месяц Ты очень огромную пользу Для себя приобретешь Я не поеду Они уже все там Это Ну понимаешь Уже начинается Что я святых читаю Все не так должно быть Друг мой Вот Насколько я хочу сказать Я Вот меня Так повредил Дьявол В свое время Он меня очень серьезно Повредил Он меня Можно сказать Я сейчас назад Оглядываюсь Я просто был Душевно больным человеком Вот до такой степени Он меня повредил И ты знаешь А исцелила ты Матушка церковь На что она Больная Как все говорят Православная Храм вот этот Священники Ну исцелила Ну я был И да Некоторые скажут У тебя старец Такой попался А до этого Я сколько И ты понимаешь Что самое интересное Что Ну опять же Видишь Говоришь про старца Они начинают Это говорить Да Чего какие-то старцы Это Вот там Был Антоний Там был этот Вот это вот Святые Вот это старцы Не знаю Вот тут вот У них какой-то происходит Сдвиг Нехороший Вот кстати Вроде бы они ищут Дух святого Да А вот почему-то У них какой-то Сдвиг нехороший происходит Антихрист Он как раз И зайдет В этот мир Под видом Христа И самое страшное Что вот эти Духи нечистые Они будут Совершать чудеса И знамения И поэтому Вот сейчас Как некоторые говорят Вот как он сказал Тебе там Да ты никогда не ошибешься Что Господь пришел А я скажу обратное Ты понимаешь Древние еврейские пророки И все вот Воины Которые были Судьи Они гораздо серьезнее Духовная школа у них была Да Они Представляешь какая у них Они древние считают У них Передавалось Из поколения в поколение Они назидались Друг от друга То есть они воспитывали Друг друга И то Они не верили никогда Когда к ним Приходил Господь Вот он к ним приходит А они его отвергали Это о чем говорит Они уже тогда знали Что дьявол приходит Под видом Господа Ты понимаешь Какая у них школа была А сейчас у нас все говорят Ай Ты не ошибешься Вот Господь придет Сейчас И ты не ошибешься И в итоге сможешь Бесноватый Понимаешь Потому что он просто Поклонился Непонятно Какому духу Это сейчас уже Это такие повседневные Знаешь Это я просто уже Слышал некоторые Очень много Таких моментов Очень серьезно Люди То есть реально Происходит Потому что Люди бездуховные стали И любой какой-то Духовный рядом Даже колдун Какой-то всплеск Рядом сделает Колыхание вокруг тебя И ты будешь О это Дух Святой Был рядом Ты понимаешь Люди просто Из-за бездуховности Из-за того Что они уже Даже нет И понятно Что нет Ни учителей Ни пастырей В этом Очень серьезных Духовных Но и Никто не хочет читать Ни Евангелие И ни Писание Которые учили всегда Что Очень надо Строго к этому Относиться Даже Антони Вот он Антони приводит Антони вообще говорил Не верь Этому не верь Этому не верь То есть Все Это ты должен Пребывать Молитва Труд Жизнь Твоя Подвижническая Строгая Потому что Дьявол Даже если он Ко Христу пришел В виде Он его чем Искушал Последнего Искушения Святым Писанием Он его Писанием Искушал И самое интересное Что я просто Просмотрел Многих пророков И он ко многим Приходил В виде Вот Вот так вот Искушал Понимаешь Приходил Как вот Ангел Божий И тут очень серьезно Вот я сам же Рассказывал Да рассказывал Пришел ко мне Был такой момент Я когда Ушел Ну вот я рассказывал Вам ушел Из бизнеса Все отдал свои доли Как бы Хотя мне мои компаньоны Звонили Говорили Давай мы тебе Это там На номер счета Будем деньги перечислять Ну детям твоим Что ты дури Дури что Можешь не участвовать Во всем этом На деньги будем перечислять А я говорю Не мне не надо Это деньги грязные Не чистые Мне это не нужно И вот Я работал грузчиками Все И вот Когда подломился Уже болезнь И все И я не выдержал И я позвонил Я говорю Мне много не надо Привозите мне Чистую зарплату Вот как Среднестатистическую На жизнь Зарплату А не все хорошо Мы тебе сегодня Уже даже привезем деньги И получается так Я сижу дома Молюсь Приезжает Мой компаньон Бывший И он Подъехал К подъезду И звонит Я поднимаю Трубку Он говорит Я подъехал И когда он это сказал Я вдруг Мое сердце Начало сжиматься Я увидел Летящее копье Издалека И в этом копье Я увидел Всех бесов Которые Когда-то Сталкивались со мной И за ними Такая свора Как шлейф С этим копьем И сердце И сердце Мое Начало Трепетать Ну ты Вроде бы Да Ну пойми Что что-то не то А я как Не знаю Что произошло Может бог Мне это все Показал Для того Чтобы я это И понял И вот Я подошел К двери Он поднялся На пятый этаж Открывается Дверь И он Мне так деньги Дают И это копье У меня вот так Пробивает голову Сердце Я так Деньги взял И я чувствую Из меня вот Это копье Возилось в сердце И как корень Вот так вот Разрослось в сердце Прям вот Корни пустил И выросло туда И вот я Можно сказать Упал И лежал Два или три дня Я лежал Вообще У меня такие Физические боли страшные Духовные Мне вообще плохо Так было И вот я лежал Думал Все У меня просто До сумасшествия Было такое состояние Чувствовал Что вот Что-то и духовные Страшные совершил И боли физические Эти Я видел себя Как бы со стороны И у меня вот так Вот как бы Дух из меня Из этой все Вытекал Из меня все Дух вышел Как бы И вот я лежал Уже все Практически умирал И вдруг Я почувствовал Как сквозь эту бурю всю Ко мне кто-то Неслышно Подходит Вот я почему Тебе говорю Насчет Иллиуи Насчет Христа Когда он в пустыне Я не Христос И не Иов Но я тебе просто Дам понять То что У дьявола Есть такой пик Вот у дракона Он добивает В последний момент Святый Священным Писанием Потому что Он его знает Ой-ой-ой Чем последние испытания Христа Он его искушал Святым Писанием Так же как и Его Он ее прельстил Зная Заповеди Он Вы понимаете Он его Вот как Иллиуи Он в последнее Если бы Иллиуи говорил Слово Божие Вот вы сами понимаете Что такое Слово Божие Это такая сила Не было бы после Его слов Никакой бури А Господь сквозь бурю Сквозь бурю Сказал Кто сей омрачающий Вы понимаете Вы духовный ум То включите И вот то же самое Со мной произошло Почему я это знаю Я тогда этого еще не знал Я думал Что это Господь пришел И он подошел ко мне Сел рядом со мной Вот так вот на кровати В виде ангела света Подошел вот так вот Как любящий отец И говорит Сережа, Сережа Серги, Серги Что же ты наделал И так мне по Писанию Рассказал Что после этого Если бы Господь не вмешался Я бы как Иуда повесился Ну знаешь Такое состояние пришло Что какой я не Какой я не Вот хуже Иуды стал Как бы Знаешь И он это А он просто тебе Посидел Как любящий якобы отец Тебе рассказывал Все вот это Что ж ты надеешь Я так же представляю Как же ты мог Да я же тебя любил Да я тебе столько сил И вот он тебе все рассказывает И по Писанию еще И примеры приводит Саула тебе показывает Вот видишь Саула Он тоже Я его любил И ты еще вообще Я тебе говорю Если бы Господь там не вмешался Я бы просто Наверное Руки наложил на себя До такой степени Он может ввести В такое состояние Самоубийство просто Ну вот Он омрачается Отчаяние Да Такое Отчаяние И такое Знаешь Это не передать Это такое отчаяние Это Я никогда не думал Что такое может быть Ты никого не слышишь Ты никого не видишь Ты в такое Знаешь Как в черный мешок Погружаешься Ну да Ты погружаешься В этот черный мешок И ты думаешь Все Я не хочу Я просто жить не хочу То есть До такой степени такое предательство ты осознаешь то есть ты не ты даже и от я бы этого если господь не вмешался это я просто вложился руки и все и поэтому говорить что если господь придет и его сразу узнаешь это сейчас в наше время я бы не не шутил бы так даже с этим вы знаешь какой почвы все произошло вот это в общем еще один брат откололся почему то есть нет веры вещественное причастие то есть в кровь и в плоть христом то есть в хлеб и вино да 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 она происходит как ни крути они 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 не верят то что они верят то что в причастие только духовно подается вот на этой почве как бы и произошло все сейчас сказал я прям почувствовал это так оно и есть он же по он не ездил после времени не исповедоваться не причащался потому что он во всех начал видеть недостатки и знаешь что самое интересное я ему говорю я бы сам господь говорит я запрещаю повреждать еле и вина он бесам это сказал он запретил им повреждать и ты понимаешь а он нет и все и вот это причастие отошло видать вот на самом деле произошло вот это причине потому что эти я вот просто осознаю да потому что ходишь а мне господь как будто ты мне все говоришь не я тебе сказал а ты мне говоришь ну да вот значит я тоже почувствовал что так и произошло вот у меня один брат он говорит я не могу ходить уже в храм там нужно видно прямо поскудничество такое конкретное я говорю а что тебе мешает собраться и съездить в каком монастырь монастыри еще стоят многие как ни крути там я вот просто знаю некоторые монастыри они стоят и там строгие службы я бы ехать туда ну если ты потому что да я согласен а вот сейчас знаешь берут вот из москвы продергивают храмы и там показывает да а чё их показывать мы еще 10 лет назад знали что там сауны в храмах делают что их показывать они уже давно как бы можно сказать это уже капище вам чё ну вы хотите у вас чего нету денег на билет сядьте съездите в монастырь какой-нибудь да исповедуйтесь причастить уж раз в год можно это сделать он а мусульмане ходят за тысячи километров в паломничество до пешком а мы христиане не можем про проехать всего 300 километров куда-то чтобы это исповедовать причасти я 700 километров ездить поведу причащаться представляешь вот сажусь и еду у меня сутки уходит чтобы исповедовать причастить но ты знаешь когда просто сам то я не тянул такие поездки людей собираешь ну было так знаешь там уж раз в месяц там вот так вот ну попадаешь поедешь но стараешься же как чтобы исповедовать причаститься стараешься три дня попаститься перед этим то есть по строже чтобы потому что сейчас уже осознаешь вот это таинство это раньше как бы знаешь ходил просто new в исповедь причастия и поэтому я теперь знаю просто понимаете до какой степени там вот вот и я раньше как-то небрежно все это穿ло просто по милости божий все это обретаем вот эти понимания знания потому что я тоже раньше небрежно ко всему этому относился я даже на храм так приходил я его даже и даже заходил как какое-то здание буду зашел и вышел а сейчас вот реально я подхожу храмы я Я осознаю, я начинаю как бы кланяться, как бы, знаешь, почитание вот это вот, не то что, а вот внутреннее. Я осознаю, что нам Господь это передал, Он нам это передал, Он взял и нам такую честь оказал, Он нам передал виноградник свой. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов из виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника, что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря, это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше. И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарить их, и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это, сказали. Да не будет. Но он, взглянув на них, сказал. Что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла. Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется. А на кого он упадет, того раздавит. И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он эту притчу. Продолжение следует...